И вот знаете, этот наступивший год, а у нас, если вы помните, что у нас уже еврейский Новый год настал, да, у нас когда были какие-то цели, цели у нас всегда приближаться к Богу, любить Богом, любить людей, любить общину, делать служение. И наступивший год для Украины не только сложный, сам по себе, если вы понимаете, все говорят об очень трудной зиме, сложной зиме, мобилизация, которая произошла у наших соседей, это напрягающая эта сторона. Но также, это не только сложно, но и ответственный год для каждого из нас. Ответственный. Потому что мы, как верующие люди, не должны быть пассивны в нашей жизни. Мы не можем просто приходить, молиться Богу, мы должны и активно делать. Мы с вами не останемся прежними уже, никогда. То, что произошло с февраля месяца этого года, оставит большой-большой отпечаток в истории даже. И мы часть этой истории. И мы никогда не останемся прежними. И эти перемены, в которые мы входим, и мы уже вошли, да, все-таки многое зависит от нас. Как мы будем реагировать, что мы будем делать, как мы будем вообще восстанавливать, как мы будем вообще с этим жить. Хотя многие из верующих, я в том числе, мы верим, что все под контроль на Богу. Абсолютно все. Все, что происходит под контроль на Богу. Но я хочу также сказать, что многое зависит от нашего решения. Вот если вы посмотрите в Писании, Бог говорит, если я наведу на этот город, или так далее, какие-то мои суды, и народ изменится, да, я отменю. Другими словами, есть позиция Божия, которая говорит, надо перемены. Или же наоборот, если я на этот город, на эту страну скажу, будешь благословенна, будешь процветать, а она не будет следовать за делами, то Бог говорит, я и заберу свое благословение. Этот момент очень важен, чтобы мы понимали, каждый из нас, хотя мы верующие, понимаем, что все Богом покрыто, все в Божьих планах. Но в этом плане есть ответственность, как, например, с Адамом и Евой. Помните, да? Он говорит, Бог говорит, я хочу вас благословить. Живите в этом саду, управляйте им, благословение. Вы все можете от всего кушать, но от дерева до познания добра и зла не следует. И выбор какой был? Не делать. И будешь благословен. Но так как их скушения сильно много, нужно было все-таки что-то попробовать. Как детям говоришь, пожалуйста, резетки не трогайте. Как только сказал резетки, надо под обжеглом сунуть что-то туда, чтобы оно сгорело. Такое бывает. Но пока они не попробуют, потом бояться не будут. И все-таки, знаете, есть у нас пословица такая, на Бога надейся, а сам не плашай. В этом как раз есть какая-то доля истины. Покаяние, вообще-то, человека приближает к надежде. Замечали, да? Даже слово покаяние, это не только религиозное состояние. А вот если вы с мужем, женой, все-таки это долгая супружеская жизнь, а она у нас одна, правда? И всегда есть точки зрения на разные события по-разному. И когда ты начинаешь с женой что-то спорить, да, как бы о том, какое вообще мнение, да? Но потом приходит осознание, говорит, слушай, прости, ну, прости, пожалуйста. И тогда приходит надежда, что все может измениться. Вы понимаете? Покаяние, это не только, ой, там, бомб на пол и, знаете, кричать там, что сильно плохо. А на самом деле просто сказать, слушай, я был неправ, я хочу как-то изменить это положение. И тогда приходит надежда, что может прийти это изменение. А надежда подает уверенность. Вот надежда дает уверенность, что все-таки все будет хорошо. Все станет хорошо. И что Бог изменит все обстоятельства. Так что это касается и нашей духовной жизни. Даже живя в этих обстоятельствах войны, нам необходимо тоже рассуждать и приходить к тому состоянию, откуда может прийти надежда, откуда может прийти помощь от Бога. Когда мы надеемся на Него, а надежда приходит тогда, когда мы раскаиваемся в своих поступках, в своих выражениях, в своих мыслях. И знаете, в среду мы провели именно праздник, у нас прошел праздник, это Йом-Кипур. Йом-Кипур это праздник фактически судного дня. В этот день мы сильно, если мы в течение 10 дней до этого думали, кому же мы насолили, что мы там наделали, наперчили, не знаю, что вы наделали своим соседям, то на Йом-Кипур мы конкретно думаем, поскорей бы, чтобы наша, вот, кого еще бы вспомнишь, он мне как он наделал, или там, кому я плохо наделал. И мы там перед Богом говорим, Боже, прости, да, вот, чтобы наше имя было записано в книге. Оно и так записано, но на всякий случай. Знаете, как, на всякий случай. Гребе, гребе, что случилось? Говорит, позовите священника. Гребе, вы что? Он говорит, так, на всякий случай, вдруг, знаете, еще на кого-то понадеется. И вот, чтобы понимали, что, вот, был у нас в среду Йом-Кипур, сегодня наш Шаббат перед Суккотом, это как бы маленькая ступенька перед тронным залом, в котором приготовлен брачный пир. Ведь Суккот, это еще не только праздник, вот, как бы, всенародный, не только народа Израиля, но и всех народов остальных, где мы благодарим Бога. Там еще заповедь радоваться есть такая, да? Это некая прообразь жениха с невестой, Бога с его общиной. И мы видим это через Писание. Поэтому я и говорю, такая маленькая ступенька в сегодняшний Шаббат перед Суккотом, где ожидается радость, веселье, где ожидается, вот, надежда на Бога. И вот Бог, который вообще, как бы, приглашает нас на этот брачный пир, чтобы, он хочет с нами провести время. Вот Суккот, это то время, где ты приходишь, и вы сможете это пережить. Мы все-таки поставим Сукку, сделаем под Суккой место, чтобы мы могли присесть, подумать. Всю неделю евреи там спят, живут, встречаются с друзьями, да, кушают. Как бы такой момент, что единственный Бог, кто может нас сохранить. И чтобы быть приглашенным вообще на этот брачный пир, вы, по крайней мере, должны знать приглашающего. Согласны со мной? Кто из вас получал приглашение на свадьбу, и вы думаете, а кто вообще-то такой? Нет, но есть такие люди, которые, как бы, ломают свадьбы, знаете, да, там. В Одессе был такой пранк, такой, буквально несколько лет назад. Если вы не слышали, это такой интересный. Выходили из центрального ЗАГСа молодая пара. Все поздравили, тут мальчик 11 лет подбегает и дергает жениха и говорит, папа, папа, мама спрашивает, когда ты вернешься домой? Он такой в шоке, а невеста, ты чего? И такой, вот, это был такой пранк, это потом как-то остановилось, это слава Богу. Вот кто из вас когда-нибудь получал приглашение на свадьбу, и вы не знали приглашающего? Нет. Если вы приглашены, так вы должны знать, по крайней мере, кто вас приглашает. Чтобы знать его, вы должны, ну, однажды были как-то встретиться с этим человеком. И вот эта встреча не может быть случайной. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Вы приглашены, потому что вы когда-то встретились с этим человеком, провели с ним время. А эта встреча была, фактически, не случайностью. В нашей жизни не может быть случайностями. Вот и сегодня мы тут с вами не случайно. Мы здесь, потому что мы знаем, кто нас пригласил. Мы понимаем, что мы пришли, потому что кто-то из вас пригласил сюда, либо вы понимаете уже, о чем мы говорим, что у нас есть Бог, который нас пригласил на эту встречу. И вот в этом здании Орхамашиах, это не просто собрание верующих людей. Я вчера провел немножко времени с молодой парой, которая приехала из Киева. И мы очень много задавали вопросов. И они сначала побыли у нас в общине, и говорят, а что это такое? Я говорю, это синагога. Это открыло двери, начать с ними общаться. В конце концов, мы с ними помолились. Мы, я, богословили. Он говорит, знаете, в это время, в такой ситуации, которая у нас в жизни сложилась, какой-то такой огонек надежды нам дали, что все будет хорошо. Я верю, что мы, как верующие люди, позитивные, должны говорить людям о том, что Бог есть тот ответ на нашу жизнь. Что бы ни происходило, у нас должна быть встреча с Ним. И когда мы расставались, я говорю, где бы вы ни были, а вы что, они говорят, ну какая разница между православием и так далее, мы там говорили, ну похоже на православие. Они там, а вы что-то, типа Бог один, а мусульмане там и так далее. Ну куча вопросов. И я, когда молился за них, я говорю, потом говорю, слушайте, молитесь просто Богу. И когда вы будете видеть, что Бог вам будет отвечать, найдите общину, церковь. Если вы православные, найдите настоящего духовника, который не будет вам льстить за ваши деньги или же вам потыкать. Читайте Библию, углубляйтесь в Боге, который выйдет вам навстречу, и поможет в вашей жизни, потому что жизнь лишь одна, и нужно пожить так, чтобы не было стыдно смотреть Богу в глаза. Мы так расстались, и вот мы здесь почитаем Бога не только своим собранием. Мы собрались вместе, да, вот здесь делать было нечего, делать было в шаббат, типа в шаббат вообще работать нельзя, придем мы в свиногову, да. Не-не-не, это не только собрание, или принести там нашу десятину, или стыку, наше даяние праведности, служение друг другу. Это не только, что мы помогаем друг другу, но это еще и здесь происходит молитва, поддержка друг друга, увидеть, дать добрые слова. Плохие всегда мы услышим. Вот знаете, если вы замечали, люди всегда плохое больше вспомнят, чем доброе. Они тебе вспомнят, что было десять лет назад, даже фразы будут тебе говорить, какие ты сказал, ты уже давно не помнишь, они тебе еще напоминают. Я хочу, чтобы вы поняли, что мы здесь для того, чтобы было у нас личное отношение с Богом, чтобы были эти встречи, что Он здесь, на этом месте, потому что Он говорит, я на каждом месте, Бог есть везде, и Он находится, чтобы с нами встретиться. И поклонение должно стать центральным фокусом. Вы сказали, слово поклонение, это что опять головой биться. Слово поклонение, это раскрыть свое сердце, чтобы почтить Бога. Даже когда говорят, типа, слава Украине, там, или еще, есть люди, которые напрягаются, типа, ну, слава только Богу. Но слово слава, это еще почтение. Да? Я, конечно, не выражаюсь так, да, потому что я знаю, понимаю, что вся слава только Богу, и все почтение только Богу. Мы всего лишь участники того, что Бог делает в Украине, поэтому слава Богу за Украину. Бог говорит, и за вооруженные силы, да, и так далее, и тому подобное. Слава Богу тому, кто руководит всем. И вот поэтому наше поклонение здесь становится центральным фокусом. Поклонение это в молитве, поклонение в отношениях с людьми. И знаете, у меня всегда был вопрос, что мотивировало наших патриархов искать Бога? Что мотивировало Авраама, Ицаха, Якова? Что мотивировало Павла? Что мотивировало пророков искать Бога? Потому что все-таки как-то так в жизни происходит, что где-то что-то есть, а вот что не знаем. Что-то с нами руководит, да? Ну, мы ищем, что мотивировало их? Что заставляло их искать отношения с тем, кто им менял субы народов? Знаете, можно сказать, ну, наверное, какие-то желания. Ну, действительно, у нас же есть у людей желание, или нет? У всех есть желание. У меня есть желание. Прожить долго, счастливой жизнью, и так далее, и тому подобное. Видеть еще внуков, правнуков, и дай Бог правнуков. Ну, как бы, как, знаете, вот сказать, Ицаку Яковичу уже день рождения. Все собрались и говорят, мы поздравляем с днем рождения. Один молодой человек говорит, Якович, чтоб ты жил за 120 лет. Его толкают, говорит, ему сегодня 120 лет. Он говорит, хорошего дня. Я, может быть, хотел бы дожить до 120 лет, увидеть, прапраправнуков. Но, знаете, хочу пожить так, чтобы эта жизнь была счастливой. Не будет без трудностей, переживаний, каких-то несчастьй. Но хочу, чтобы моя жизнь, на самом деле, была позитивной частью. И, конечно же, что мотивировало их, как и всех нас? Желание хорошей жизни? Ну, наверное. Кто из вас хочет жить плохо? Никого. Никого. Ну, как бы, так. Нет мотивации, жить плохо. Правда? Желание защиты от Бога? Кто бы хотел, чтобы все проклятия на него навалились? Никто не хочет, правильно? Тоже, как бы, нет желающих. Конечно же, наше желание искать Бога именно сходит с той, чтобы у нас была защита. Желание устроить собственную жизнь? Скажу вам, да. Так и да. Один человек такой был. Его звали Яков. Тоже один из сегодняшних патриархов для нас, да. И вот его жизнь очень интересна. Он пошел в землю своего дяди искать счастье. Знаете, почему? Потому что мама его сказала, иди. Сынок, иди к дяде Лавану. Там найдешь свое счастье. Я знаю, что многие знают, сколько было Якову в то время лет. Сколько ему было? 70 с лишним лет. Мальчик, который послушался маму. Представляете? Ребята, слушайтесь маму. Она плохо вам не желает. И он пошел искать свое счастье. Ему пришлось выйти в путь, чтобы переживать многие встречи с Богом. Это был путь. Заметьте, это путь. Не просто зонтик, когда Саид пошел, пришел к дядя. У вас что-то есть? Мне есть что-то купить? Не-не, это был путь. И одна из этих величайших историй, которые мы все читаем, это история, которая записана в Бытие, 28 глава, 11 стих. И пришел на одно место и остался там поночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней этого места, положился изголовьем, лег на том месте. Увидел во сне, вот лестница стоит на земле. А вверх ее касается небо. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицака. Не бойся, землю на которой ты лежишь, я дам тебе потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, распространяющийся к морю и к востоку, к северу и к полудню. Благословляться в тебе все семени твоем, все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь. Возвращу тебя в землю, в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. И Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. Интересный момент. Что все, что там происходит в этом вот, что в этом отрывке, что Бог обещает его благословить. Устроить личную жизнь, охрану, безопасность. Все то, что там написано, каждому из нас очень нужно. И мы хотим это от Бога. И вот Бог, фактически, Он говорит с Яковом для того, чтобы ободрить его жизнь. Яков, как многие из нас, на пути к неизвестному будущему. Кто из вас может понять или точно узнать, что завтра может быть или через неделю. Яков идет туда, может быть он видел Илована, может быть и нет. Может никогда не был там, но может за 70 лет и был, я не знаю. Но Он говорит, иди. И Он пошел. Мама сказала, и Он пошел. На этом пути Он встречается с теми переградами, переживаниями. Я думаю, переживания были огромные, потому что то, что происходило потом, это финал тех переживаний. Заснул, Он видит лестницу и ангелов, восходящих и нисходящих. Мы привыкли видеть лестницу с поручнями, правда? Даже здесь у нас в общине, чтобы подняться в зал, наш малый зал, ну и мы имеем поручни. А вот единственное, где мы не можем видеть поручни, это на нашей потемкинской лестнице. Но кто-нибудь из вас пытался ходить туда и назад, вверх-вниз? Мы даже недавно были с Татьяной в Иордании, и знаете, там были тысячелетние лестницы, по которым мы поднимались. Я скажу вам, эти лестницы были без поручни, и на них было взобраться, то есть ты доходишь до конца и думаешь, Боже мой, где моя юность и где мое дыхание? После дня хождения, хрепатура еще была неделю. Вы понимаете, да? Я понимаю, что вот то, что фактически и на Иорданской стороне, Иаков и видел этот сон. Он там спал, мы там на том месте были. И ты понимаешь, то, что он видел, думаешь, ну Боже, вокруг горы, внизу речка, восхождение, куда он там, откуда это все. Но пока ты на ту небольшую, небольшой холм поднимешься, без дыхания становишься, понимаете, да? И вот я понимаю, что он устал и заснул. Многие из нас устают. Мы хотим иметь отношение с Богом, мы устаем. И я скажу так, если у мужчины приходят после работы сестры, пожалуйста, дайте ему поспать. Ну реально. А потом он после сна сделает все, что нужно в доме. Понимаете, да? Иаков так же самое, он устал и Бог дает ему сон. И этот на еврите, вот это, именно вот обращение, вот эта лестница Якова, о которой мы говорят, да? Называется Сулам Яков. И, либо более просто, это ступени, простые ступени, ступени к цели. Ступени к цели. Почему я говорю это? Ступени восхождения предназначены для встречи. Именно ступени восхождения. Как Давид говорит, мы, вот даже Псалом, Псалом восхождения. Слышали, да, такого, если вы читаете? Псалом восхождения. Дом Давида, фактически, был немножко ниже горы, храмовой горы. Да, и вот, чтобы пойти прославить Бога, нужно фактически подняться, восхождение. И там тоже эти ступени беспоручней. Ты должен приложить усилия, чтобы подняться. И вы поймите, хочу вам сказать, люди, эти ступени восхождения, да, они не были в никуда. Это не была бесконечная лестница в никуда. Это лестница восхождения к конкретной цели, к тому или к чему-то, к чему нас Бог призывает. И Бог призывает, зайдите на гору. Зайдите, то есть поднимитесь, сделайте эти ступени восхождения к какой-то встрече. И здесь конкретно Бытие, 28 глава, 13 стих. И вот Господь стоит на ней и говорит, я Господь, Бог Авраама, Отца твоего, и Бог Якова. Не бойся. То есть, другими словами, именно на этой цели является Бог, который говорит, я Бог Авраама и Цаха. Что это значит? Я Бог Завета. Я Бог Завета. Я Бог Обещания. Я Бог, который исполняет это все. И фактически он повторяет то благословение, которое он говорил Аврааму. Что в тебе благословлятся все народы. И распространю твой народ, благословлю, буду охранять, буду возле тебя. Другими словами, он вдохновляет человека, который идет куда-то и не знает, что будет завтра. Я думаю, что для нас тоже, как верующих людям, вообще необходимо позитивное мышление. Помышляйте, как в Господе, да? То, что добро, почтенно, то, что доза славно, то, что скрепляет нас. Поверьте, негативщиков у нас выйдете на улицу, и вы услышите все, что хотите. Но мы не такие. Нам Бог дает надежду. Мы вчера даже с Олегом общались, прокопенка. И я ему задал вопрос. Олег, вот твоя жизнь такая вот произошла, да? Вот где бы был бы ты, если бы не было Бога? И он так говорит, а вы знаете, это хороший вопрос. Он говорит, без Бога, наверное, я был бы мертвый. Я не знаю, какая моя жизнь была. Вот с ним пришла и надежда, позитив. Как-то ответственность. Да, трудно переживать. Но я понимаю, что только с Богом я дойду до цели. Для нас, верующих, это очень важно. Если мы заметим, что Бог обращается к Якову с тем, что я тебя благословю, я сохраню. Я тебе дам обеспечение и безопасность. Прилагающие усилия, он восхищает это царство. Ступени, которых мы сейчас говорим, да? Это ступени цели. Восхождение к Богу. Встреча это. И к этому нужно приложить усилия. И Новый Завет говорит, прилагающие усилия восхищает, что? Царство. То есть, восхищает ту встречу с Богом. Он будет иметь отношение. Его царство внутри нас. Его царство в Новом Завете, говорит, он внутри нас. И вот я хочу еще повторить исход, 25 глава, который говорит некоторые другие еще моменты. И скажи сынам Израилем, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне. И устроят они мне святилище. И буду обитать посреди их. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою. Поклонение это встреча с Богом. И то, что Бог говорил для Моше. Пускай они. То есть, скажите людям, пускай они оторвут от себя все самое дорогое, все самое ценное. И сделают приношение. Из этого приношения, которое люди принесли, они сделают мне место, где я буду вам открываться, или священникам. Вы скажете, ну нормально. Вы знаете, пануэль, или как мы говорили, это встреча с Богом лицом к лицу. Начинается с нашей части. Вот от меня лично. Если я хочу иметь встречу с Богом, или какие-то перемены в моей жизни, начинается с меня. Не начинается с Бога. Бог уже все нам предоставил. Необходимое в жизни. Даже саму жизнь нам дал. То, как ее используют, это же другой вопрос. Но начинается с нас. Нашей частью желание угодить Богу. Желание послушаться, как народ Израиль, которому Бог повелел сделать приношение, оторвать от своего родного, построит для себя же эту встречу с Богом. Вы заметите, Бог говорит, постройте мне место или храм, я буду там сидеть и ждать вас. Мне хорошо, не капает сверху. Понимаете, да? Он говорит, пускай они оторвут от себя, дорогое, да, поучаствуют и построят для себя же место, где я буду приходить к ним и буду с ними общаться. Хочу их благословить. Вы понимаете разницу? Люди строят храм или что-то еще, типа для, вот, какого-то богослужения, да? А Бог говорит, пускай построят они для того, чтобы я мог с ними встретиться. Он предлагает человеку потратить время, здоровье и немало денег на построение того места, где Бог будет встречаться с ним. Творец. Мы с вами делаем все эти ремонты дома, квартирах. Мы устраиваем свой личный дом для того, чтобы нам было хорошо. Скажите мне, пожалуйста, кто из вас вообще делал или квартиру свою, или там дом устраивался, мебелью украшал для того, чтобы там молиться, прославлять Бога, служить людям. И скажите, Рэбэ, что вы намекаете? Я скажу, что на что намекаю. Мы никогда даже не думаем об этом. Что то, что Бог нам дает, и то, что у нас есть фантазия, как сделать наш ремонт и так далее, все-таки мы делаем чисто для себя. Для себя. Но когда к нам придут, нам есть, что показать. Правда? Если посмотрите концепцию, и тебе говорит, Бог обращается через порока, время ли строить себе дома, когда дом Божий запустится. Помните, да? Намек на то, что сегодня мы устраиваем свои квартиры, свои там, ну, украшаем их, мебелью, плазма какой-то, я не знаю там, и так далее, и все подобное. Для своего удовольствия. Но на самом деле, если мы поменяем концепцию, скажем, подожди, а кому можем здесь послужить? Кого можем пригласить? Кому можем сказать в этой обстановке, где мы промолились, где у нас есть, как бы, чтение Писания, где мы общаемся с Богом в нашем же доме, мы общаемся, да? И где мы можем наш дом предоставить людям? И там им сказать, как Бог любит их. Казец, послушай, все то, что мы имеем, мы верим, что это должно служить Богу. Через наш дом прошло сотни, сотни служителей, людей, которые оставались в нашем доме, и так далее. У нас никогда не было концепции иметь наше жилье лично для себя. Потому что мы знали слово, которое было нам сказано, что будут там люди, много людей будет. И когда мы собираемся с гостями приезжать, или нашим лидерскими составами, или люди, которые мы приглашаем, мы всегда говорим о Боге. Мы пославление ставим, мы делаем все необходимое, чтобы наш круг, он был наполнен Всевышним. Я скажу честно, если мы пришли в отделенное место для хвалы и поклонения, для молитвы, прошения, услышать проповедь, наставление или назидание, и не пережили встречу с Богом, я хочу вам сказать честно, что мы тогда не поклонники. Не поклонники. Поверьте мне, я уже немножко имею опыт, и мне удивляют всегда люди, которые приезжают на какие-то конференции, они уже давно знают Библию, и все такое, и они сидят и в носу ковыряются, знаешь, когда он же закончится, или там встают, официально уходят, потому что знают, чем оно уже закончится, и так далее. У меня есть всегда состояние такое, а может быть, в этом, вот в слове, которое даже, может быть, неопытное какое-то человек говорит, Бог скажет мне что-то, нечто особенное. И это неправильно, просто встать и уйти с собрания, или там еще, или с услужения какого-то, потому что, типа, надоело. Я хочу сказать, что если вы приходите для чего-то на собрание, или же там домашние группы, или вы всегда дома что-то делаете, и вы не пережили Бога в слове, в молитве, или что-то еще, вы не поклонник. Вы человек, который просто, знаете, вот, а может что-то произойдет, ну, как бы, а ось, а вдруг, вот знаете, гадалка такая, как бы такое, что-то изменится, ну, не происходит, значит, уйду. Знаете, вот интересный, 22 стих говорит, я буду открываться тебе и говорить с тобою. Я буду открываться тебе, то есть, у меня будет встреча, и я буду говорить с тобою. первое, я встречусь с тобой. Когда готовился к этой теме, я сразу понял, что мне нужно говорить, но, знаете, вот, я читал очень внимательно, а я очень медленно читаю. Я буду говорить с тобой, я не люблю читать быстро, ну, реально я не могу, не потому что я не способен, а потому что, когда я читаю, я задаю, мой разум задает еще вопросы, поэтому я медленно читаю, чтобы задать вопросы по поводу того, чего я читаю. Вы делали такое, нет? Вот есть такое, мой разум немножко спешит вперед, у некоторых людей тормозит, они сначала сделают, потом думают, а что же я сделал? У меня наоборот, получается, а какие будут последствия? Или я читаю, а что же там-то говорится? И знаете, я вообще-то, когда задал себе вопрос, какая вообще разница? Вот я читаю это, я буду открываться тебе, говорить с тобой. Я задаю вопросы. А в чем разница? В чем разница? Какая разница между открываться, то есть, и говорить? Какая разница между встретиться с человеком и с тем, чтобы просто рассказать ему что-то? Что я имею в виду? Когда мы встречаемся с кем-либо, то логично, что мы общаемся, правда? Или вы так приходите? Мы общаемся, даже мужчины, да, вот, я вам покажу один эффект. Кто-то может подойти и поздороваться со мной, ну, как бы, по-мужски? Вася, давай, иди сюда. Мужчины, как, даже Татьяна спрашивает, неужели там, по поводу, когда вы здороваетесь, это уже, как бы, там, в этих пожатиях вы там уже все передаете? Я говорю, да. Но когда мы еще привет мы говорим, да, принято, нет. Сколько раз он ударил меня по спине? Можешь присесть? У меня вопрос. Почему мужики, когда говорят, привет, делают так, тын-тын. Прием. Да, привет. Нет. Ребята, вот, вот, последите это, вот, последите это. Когда мы встречаемся, вообще, так бы, логично, что мы и общаемся, но при тщательном обдумывании, вообще-то, в современном мире, сегодня можно общаться без необходимой встречи, правда? Да. Послать смс. Если вы еще подростки, это будет 25 тысяч смс-ок за неделю. Можно написать письмо, открытку, там, позвонить, или там еще даже не звонить, в основном так, как бы, без встречи можно общаться. Даже в библейские времена Бог это делал. Например, послал пророков. Это была, это была мобильная связь. Пошел, ну, было, конечно, долго, сейчас быстрее, как бы, пошел, как бы, так, позвонок, пошел в облако к Богу, да, и обратно. А когда он послал пророков, как бы, тоже было смс, да, голосовое смс, только приходило через три года. Представляете, сколько ждать нужно было? Послание, да, пишу, коринфянская церковь, там, так далее, там, послание, раз ушло, потом это послание еще 30 церквей еще прочитало. А мы сейчас по всему миру читаем, да. Даже был смс, который послали царю, Бог сам лично, да, и написал на стене, помните, поэтому я думаю, что на фейсбуке есть приложение написать на стену. Начинается оттуда. Бог послал смс рукой своей, на стене написал, поэтому стена уже еще тогда была. Даниила 5 глава 24 стих. За это послана от него кисть руки, начертана, начертана, это письмо, писание. И вот, что начертана. Мене, мене, теку, опарсин. На стенке, представляешь, вот заходишь, а там на стене написано, написано тогда, ты заходишь в фейсбук, и у тебя на стене что-то уже написал. А вот было бы от Бога хорошо, правда? Ты открываешь, и тебе там тоже написал, посмотри свою жизнь. Думаю, кто же написал, кто же взломал мой фейсбук. Даже не догадается, что это Бог где-то делает. Короче, можно обращаться к человекам без особой встречи. И все же, зачем Богу с нами встречаться? Зачем? Зачем вообще когда вы собираетесь все вместе, между вами есть общение? когда на собрание мы собираем, на празднике, трубой созови народ, торжественное собрание. Зачем нужно это собрание? Бытие. Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно, Господь присутствует на месте всем, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место, это не что иное, как дом Божий, это врата небесные. Я не знаю, как вы, но я усматриваю нечто интересное в этом обращении, потому что для меня, как бы, как я сказал, я читаю чуть-чуть медленно, чтобы задать вопросы, просто, как бы, такие вопросы. И сразу думаю, какие места писания там еще, кто может добавить, и там, и это место писания, и то, и начинаю просто искать. Вот, в чем, в чем для меня была загвоздка здесь. Начинается это, это вот, то, что я читал, 16 стих. Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. Вам не странно, кажется, это вот, как бы, выражение? Для меня это чуть-чуть странно, может быть, я не филолог, и не искусствен, у меня всегда было три, четыре по русскому языку и литературе, пять было по-украински, но уже все забыл. Да, но истинно, истинно Господь присутствует на месте всем. Это настоящее время. Он говорит, на этом месте, да? А когда он говорит, следующее, заканчивает, я не знал, это как в прошедшем. Заметили, нет? Он встает и говорит, истинное присутствие Бога на этом месте, а я еще не знал это. для меня лучше было бы так, истинно Господь присутствует на этом месте, и я знаю. Нажда говорят чаще всего, я знаю Бог на этом месте. Да? Должен был так сказать? Или же истинно Господь присутствует на месте с ним, а я и я знаю. То есть, или я знал, или я знаю. Может, я и драматизирую, но очень интересно, что я ими подумал, думаю, что надеюсь, согласятся, согласитесь вы со мной, что Яков пытается выразить, истинно Господь остается на том месте, и я этого не знал, но теперь я познал это. я это познал это. Очень важно понимать. Но даже если я после сна пробудившись, я знаю, что Бог на этом месте. Именно ввиду, я был в том состоянии, а теперь я уверен, что Бог здесь. Вы спросите меня, почему вам это важно? Важно только то, что Он называет это Дом Божий. Это Дом Божий. Он делает вывод, Бог на этом месте, я не знал, и Он говорит, знаете что, это Бог здесь, это Дом Божий. Это первое предназначение Божьей общины. Стать тем местом, где люди могут сказать воистину, Бог здесь. Прийти сюда, вот даже когда есть общение, Кагела, семья или община, и они могли бы сказать, вау, за меня помолились молодые люди, я знаю, что Бог с ними. Они пели прославление, и Бог коснулся меня, я знаю, что Бог здесь. Мы просто пообщались во время чашечки чая, да, вау, Бог меня привел на этом месте, моя жизнь изменится. Зачем нужна была встреча с Яковом? Зачем нам нужна встреча? Я думаю, что Якову нужна была встреча для того, чтобы Бог с него снял страх. Ведь фактически он бежал. Бежал просто как бы к дяде. Бежал и не знал, что будет с ним дальше. Бог выходит ему на встречу, на эту встречу и он говорит, это дом Божий, да, у меня есть встреча и на этой встрече Бог говорит, послушай, все будет хорошо. Я не буду повторять, вот я обратно тебя верну. Все будет нормально, даже брат, который разгневался, который хочет тебя убить, послушай, я приведу тебя и благословлю тебя. Вы не сможете передать в рукопожатии или объятии, вернее, вы не можете передать объятие или же рукопожатие смс. Кто может это сделать? Вы сказали, а, есть, мемы, но вы не передадите это. Понимаете, да, пожатие вы тоже не передадите. Даже когда, скажите, вот, братья, если у вас человек, к которому вы, ну, так, не сильно вы с ним отношения имеете. Вот вы встретились с ним, как вы с ним здороваетесь? Просто так, и все. Но когда вы встречаетесь с другом, вы так, а, молодец, как дела? В рукопожатии ты передаешь эмоции, в объятии ты передаешь эмоции. Это что-то особенное. И смс-кой или же на расстоянии передать это невозможно. Да, какой-то депозит. Бог приходит к Якову, чтобы дать ему надежду. И самое главное, что-то забрать. Забрать страх. Когда мы с вами встречаемся на собрании, да, мы приходим сюда, ну, потому что, как бы, чаще всего, потому что мы верующие люди. Нам нужно как-то вдохновение и так далее. Но на самом деле мы приходим сюда, чтобы рассказать все наши переживания. И я знаю, что многие люди уходят и говорят, вау, слава Богу, что я был на служении. Да, и вот что-то Бог сделал. Бог хочет встретиться с нами, передать нам надежду и при этом забрать то, что у нас тяжело лежит. Убрать это и дать именно с вами уверенность, что завтра будет по-другому. Следующий вопрос. Буду говорить с тобою. Бог будет говорить с нами. Вы скажете, я давно уже жду Он молчит. Послушайте, послушайте. Вы встречались с людьми, у которых проблемы. Встречались когда-нибудь, да? Что они делают? Ты говоришь ему, ну давай, встретимся, поговорим. Вот, что это значит? Кто скажет, что это значит? Этот человек идет на встречу, хотя я говорю, мы поговорим, и он начинает тебе валить все, что есть. Просто тебе, и ты стоишь думаешь, а я могу что-то сказать? Ты, он говорит, говорит, говорит. Встречали таких людей? Потому что она болела, потому что там ситуация. И знаете, иногда так моя жена говорит, я встречаюсь с людьми, и мужчины говорят, она говорит, слушай, я уже устала, хорошо, что ты молчишь. Мужчины тоже говорят, но женщины больше, я понимаю, ваши стрессы, женщины, мы как-то внутри-то говорим, но когда встречаешься с мужчинами, которые разговаривают, я думаю, что вот здесь происходит нечто то же самое, когда Бог говорит, я буду с тобой говорить, это означает, приди, мы встретимся, и можешь мне что угодно сказать, я выслушаю, я смогу. Знаете, я часто говорю, когда мы встречались с людьми, которые консультировали, вот они выдают тебе все, что у них, ну как бы, ну весь свой мусор, и такое ощущение, что я становлюсь эльфатором, да, куда все кидают, вот я должен разобраться со всеми вещами, у меня следующий вопрос, куда мне то, что вы наговорили, то, что вы мне надавали, вот эту всю гадость, вот эту все, куда мне это выкинуть, кого мне найти еще, кому-то передать, да, вот, и вот эта встреча вот с Богом на самом деле идет той частью, где мы встречаемся, и Он говорит, я буду говорить с тобой, и это вот ты начинаешь высказывать Ему, и в какой-то момент, как пославление, в молитве, или же в слове, вы получаете ответ, и ты говоришь, точно, часто бывает так, я в проповеднике, и так далее, ты смотришь, пишут, это слово было для меня, ну, фактически, рэба, спасибо, да, или там кто-то еще, но понимаем, что Бог ответил через Писание, я могу рассказывать Богу все мои неудачи, все мои боли, мой весь грех, я могу рассказать все мои проблемы, и, соответственно, мы можем, как бы, ожидать от Него, что Он услышит нас, и скажет, послушай, я тебя прощаю, или, послушай, все будет нормально, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, все сделай, как я покажу тебе, и образец скини, здесь Бог обещает обитать посреди них, Бог обещает быть с нами, и здесь то же самое, послание к евреям, в 8 главе, 5 стих, говорит, которые служа образами и тени небесного, как сказано было Моисею, то есть 25 главе, о которой я говорил, когда Он приступал к совершению скини, смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе, но сей переосвященник, говоря об Ешуа, получил служение тем превосходнейше, чем лучше Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях, у нас с вами есть лучшее обетование, Он нас никогда не покинет, не оставит, и Он всегда рядом, это лучшее обетование, все созидаемое Моисеем было как копии, для того, чтобы оно показалось в новом завете, мы уже говорили это в среду, между прочим, как бы параллели, 2 Корифенов 6, глава 16 стих, какая соответственность храма Божия с идолами, никакой, ибо вы храм Бога, живого, как сказано Бог, как сказал Бог, селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, Бог говорит, я поселюсь в них, я буду их Богом, и они будут моим народом, мои отношения будут очень сильные, и вводить фактически исход 25 глава 8 стих и 2 Корифенов 6 глава 16 стих, я буду видеть параллель, и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них, я буду посреди них, в Ветхом Завете, а в новом кориде, я сказал Бог, селюсь в них, и буду ходить в них, мы, будучи рожденные свыше, мы носим в себе то святое, что Бог нам дал, представлять людям Ишуа Мессии, я уже, знаете, понимаю, что мы как верующие люди должны много изменить, и вот Ишуа говорит, мы как раз сейчас подходим к кущам, если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам, мы должны быть в нем, а он должен быть в нас, когда мы будем праздновать кущи, это прообраз очень сильный, когда евреи садятся в шалаше, они как бы расслабляются, потому что фактически не стены тебя хранят, а Бог, который над тобой, и вот состояние, Бог Ишуа говорит, вы пребудете во мне, то есть, слово, на еврите, обитал посреди них полной благодати, да, слово обитал, то есть кущи, то есть присутствует, сукот, Ишуа является нашим сукотом, да, скиней, такой скин, по другому слову, именно скиней, еще люди говорят, а что за праздник, я говорю, ну, кущи, а, еврейские кучки, кто что имеет в виду, да, и кущи, это, по-украински, оно очень, очень интересно звучит, если вы, перебываете в мне, и мое учение, будет в вас, тогда просить, чего хотите, и матиме, прибудьте во мне, и мое учение в вас, то, что Моисей построил, было прообразом, копией грядущих взаимоотношений, и для нас, это, как бы, должно быть, прообразом, вы, как бы, должны быть тем местом, где идет встреча, в отклиении Иоанна, 21 глава, 2 стих, и я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего, помните, мы говорим о сукоте, сукоте, как бы, прообраз свадьбы, жениха с невестой, Бога с его народом, и услышал громкий голос с неба, говорящий, си скиния Бога с человеками, скиния, сукот, Бога с людьми, Он будет обитать с ними, и они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом их, для чего нам собрания, для чего нам нужны, вот, именно вот, собрания вместе, поклонения, вот эта лестница яка, восхождение, да, вот такого, к встрече с Богом, для того, чтобы мы поняли одну простую вещь, мы Его, и Он наш, и это нераздельная часть жизни, если мы дали свою жизнь Богу, и доверили Ему, свою жизнь, как те молодые люди, которым я вчера встречался, говорю, вам нужно доверить это все Богу, потому что, независимые, плохие, хорошие, красные, черные, желтые, белые, какие бы вы нации ни были, мы все, пристанем пред Богом, все, верующие, неверующие, станем пред Богом, не будет исключения, мы все Его увидим, и вот Он говорит, я хочу, чтобы вы были моим народом, а я вашим Богом, и быть в этой скине, каково Божье желание, простое, иметь отношение с тобой, да, мы не всегда об этом думаем, но не нужно об этом думать, имея встречу с Богом или нет, галочку поставить, за углом Он будет или нет, своей жизнью, живя мы уже Его, мы уже Его, потому что ваши дети не становятся, ну как бы, не вашими дни, если они плохо себя ведут, скажите, он там нашалил, ты говоришь, Тетя, ты не мой ребенок уже, ты говоришь, ну ладно, давай идем поговорим, вы понимаете, о чем я говорю? Плохие вы, хорошие, да, вы все равно в семье, осознайте это, осознайте, живите простой жизнью, не требуйте от Него сильно много, Он уже здесь, вот это в своей жизни, проживайте так, как письмо Божье, я могу много говорить бесконечно, я хочу просто сказать, если ты приходишь на собрание и не встречаешься с Богом, то ты или я, мы не поклонник тогда, мы не смиряемся, мы не принимаем Бога, как есть, который говорит нам, если мы пришли, после всего еще осуждаем, говорят, а там Бога не было, кто ты, что судишь чужого раба, стоит он или падает, он перед Богом падает, и Бог его поднимает, как вы думаете, если Бог поднимает, есть ли там прикосновения, или он скажет, слышишь, вставай, давай, он поднимет на руках, он обнимет, ты почувствуешь это, даже если ты падший, это самое интересное, что и тем, кто падший, греховный, из чего приходил, и фарисе говорит, посмотри, с кем он общается, с кем он ест, что он делает, если бы он знал, кто к нему прикоснулся, если бы мы знали вообще, кто к нам прикасается вообще, вы понимаете, о чем я говорю, мы должны жить, жить так, как свидетельство Богу, ведь поклонение, и есть встреча с Богом, лицом к лицу, после чего, хочется служить людям, после таких вот собраний, хочется пойти, накормить, сделать что-то доброе, хотя я хочу, честно скажу, я ищу людей, которые бы у нас бы сейчас, к зиме, могли бы восстановить наше служение, которое мы делали, людям, которые с улицы, которые нуждаются, налить им чашку супа, дать им хлеба, особенно холодные времена, может быть, чай горячий на улице, дать им быть теми шуа на улицах нашего города, при всех обстоятельствах, хочется после таких встреч, благословлять, молиться за людей, отвечать на взаимно, устраивать место встречи тут, в доме молитвы, сделать, использовать все, для того, чтобы мы могли быть продуктивными, для того, чтобы люди без страха, могли бы спокойно сказать, как Яков, истинно, Господь присутствует на этом месте, а мы не знали. Другими словами, делать все, чтобы приводить людей сюда, общаться с ними, религиозных людей хватает, крестом бьют, там, как бы, к Библии бьют, там, направляют, чтобы все грешники, если мы не покаемся, в ад уйдем и так далее, послушайте, грешники и так знают, что у них одной ногой в ад, одной еще, как бы, вторую поставить, а покажите им и шуа, покушайте вместе с ними, поговорите о них, с ними, да, обнимите их, приглашите сюда, как я вот, знаете, я мог вчера с людьми по столу на улице поговорить и все, с Киева-то пара, а я сказал, послушайте, заходи сюда, ну, заходи, вот, и когда вот они пришли, они говорят, подождите, а что здесь происходит? Вот, что здесь происходит? И мы начинаем говорить, ну, здесь синагога, и у них вопрос, сразу такой, раз, непонятно, тут, как мы с Сашей разговаривали, да, тут, у нас здесь автомагазин, рядышком, сосед, мы с ним хорошим отношением, да, а люди идут, типа, к его магазину, а у нас открыто здесь, заходят и говорят, о, какой прикольный автомагазин, и тут сразу же начинается разговор, общение, и вот эти молодые люди, вчера они говорят, знаете, вы как-то расположились очень, очень, очень к себе, почему, что мы, я ничего не говорил, я не говорил, что они грешники, хотя они сильно понимают, мы не такие, потом, ты заматерился, ой, извините, они же, они понимают это, но если они не знают, кто вы, они при вас будут материться, они будут говорить, но когда они знают, кто вы, что вы верующий человек, что вы живете другой жизнью, что у вас есть пример жизни, что вы не используете слова, вы не реагируете таким же самым образом, они говорят, а что такое, какая разница, или они придут сюда, вот придут сюда, да, многие уйдут, потому что, да, еще одна какая-то секта, какая-то такая, знаете, пускай что угодно думают, знаете, это молодые люди говорят, слушайте, вы как-то нас вдохновили, ну вдохновили, вот это позитивом, дали какую-то надежду, знаете, это возможно нам сделать, и это встреча, поэтому я говорю, что, что Бог хочет сделать, на встрече, к которому это поклонение, дать нам надежду, и убрать страх, страх, во-первых, свидетельствовать людям о Боге, страх, о том, что может все измениться, и что-то еще, все, крахом пойдет, это каждое поколение переживало, сложности, подумайте, что было во время, первой мировой войны, верующие были? Были, и тогда были, что во время, красного переворота, то есть, октябрьской революции, тогда были люди, тоже были, и предатели были, и сдавали пастеров, и тех в тюрьмы сажали, потом и тех пастеров посадили, те, кто сдал пастеров, тоже посадили, потому что уже ненадежные, и сегодня это происходит, и все остальное, но если об этом думать, в негативе, мы никогда не достигнем той простой истины, что Бог, он является одним Богом, и он хочет встречи с тобой, поэтому перед Суккотом, завтра начинается Суккот, мы построим Сукку, сегодня это маленькая ступенька Якова, к восхождению, именно встречи с Богом, я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились, помолились перед Богом и в поклонении, я знаю, что немножко задержал, я не люблю задерживать, но мой вызов ко мне лично, да, рассудить, посмотреть, иметь эту встречу каждый день, знаете, сегодня, я всю ночь не спал, то есть у меня как бы еще полеты, если возможно, имеется в виду, я еще не перестроился, но можете подходить, до пяти часов утра, я рассуждал, молился, там слушал, читал, и я понимаю, что, вот рассуждаю так, все-таки интересно, как моя жизнь сложилась, и где бы был бы я, если бы не Бог, счастливый я человек или нет, я скажу вам, счастливый человек, вы спросите, трудности были какие-то, да, несколько раз уже думал, на небо уйду, а та хотела жить, помните эту песню, так хочется жить, жить, кто слушал эту песню, да, все знают, только не говорят, потому что мирская песня, да, а хочется жить, для чего, у меня вопрос, для чего, эти молодые люди вчера спросили, если нам удастся ехать в Америку или там другого места, как в шоу посоветуете, я сказал, если хотите, лично для себя, ради, ну, хорошей жизни, то плохая идея, ну, вот, честно так, знаете, устроить свою жизнь, вот так, чтобы там, знаете, было круто, сколько там денег получать в месяц, абсолютно плохая идея, во-первых, потому что ты не дома, ты за границей, там другой язык, другая культура, другие правила, налоговые, налоговые, это перестроиться, да, если подфортить, там где-то, еще можно, но это не та цель, но если вы цель свою, как бы, вот, ради ребенка сделаете, да, то есть, я просто не говорю вам это делать, говорю, изменить мышление, ради ребенка сделать, тогда-то это, ну, это возможно, что-то имеется в виду, я умираю для себя, для своего желания, быть крутым, показать что-то ему, людям, никому ничего не докажешь, всегда, когда будет круче тебя, но ты ради будущего, своих детей, ты живешь, ты жертвуешь собою, так же само и с нами, с верующими людьми, ради кого-то, мы жертвуем, своими обстоятельствами, своим временем, чтобы тот узнал об Ишуа, это цель, и благородная цель, когда видеть людей, которые спасены, которые встречаются, через 20 лет, они говорят, спасибо, моя жизнь полностью изменилась, спасибо вам, я хочу встречаться такими людьми, хочу попасть на небо, и меня будут толкать, вместо того, чтобы слушать, что будут говорить с трибуны, меня будут толкать, будут говорить, спасибо, спасибо, что вы накормили, спасибо, что вы приехали, спасибо, что вы вывезли, спасибо, что вы привезли, спасибо, что вы помолились, спасибо, и так далее, и тому подобное, это чувство уникальное я вам объясню каким образом кто-то переводил старушку через дорогу она еле идет и машины и берешь ее вещи и так далее вежда под ручку и начинаешь не идти провести не останавливайся на другой стороне а ты спрашиваешь активы живете а вот там через еще квартал и ты приходишь несешь заходишь дома на говорит спасибо хочет дать тебе конфеты не 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 надо идешь и говоришь себе вау день состоялся я верю что это с боже бог хочет встречи поклонение где мы вдохновимся и будем делать божьи дела это сегодня ступенька перед суккотом если вы хотите служить людям что-то строить открывайте ваши нужды говорите это василию сергею михайловичу говорите там не татьяне там и ольге наши служители говорите есть людям что хотите сделать давайте не будем стоять на месте встреча с богом эти ступени иакова встречи давайте поднимемся наши ноги я знаю если вы здесь у нас первый раз никогда не принимали шеволичным спасителем посмотрите вокруг себя и увидите людей которые сделали это своей жизни спросите их что тебе дала эта вера просто реально я не говорю вам помолитесь сейчас за богу его бог просит ваши грехи просто скажите подойдите скажите что случилось твоей жизни один молодой парень в швеции так же сам пришел собрали покаялся кто не знал что делать пошел библиотскую школу не нашу делать своей школе он развесил плакаты и везде написал я христианин спроси меня почему идиот правда скотит задача произошло он пришел к пастырю говорит через месяц пастыр что мне делать у нас уже группа уже по больше ста человек меня начали спросить спрашиваю почему почему ты верующий что такого произошло что ты стал верующим вы можете ответить это людям поэтому если вы здесь первый раз спросите этих людей почему ты здесь что такого твоей жизни произошло что ты стал христианином верующим человеком и они тебе скажет почему как изменилась их не жизнь подойдите коллегу сашу к василию подойдите людям как-то вот гереме подойдите это евангелист нас тоже всех приводит это спросите почему да любого спросите и возможно вы получите ответ когда ответ получите отдайте свою жизнь богу чтобы ваша жизнь изменилась да будут трудности да будет может переживания даже может падение будет но есть тот кто поднимет обнимет два раза постучит и скажет все будет хорошо амен а по спасибо тебе спасибо огромное спасибо что я и мы все живем в это время и кажется чтобы его не было было бы лучше но все равно спасибо тебе что мы живем в это время родились здесь живем в этом городе а возможно переехали сюда моя жизнь твоих руках и хочу иметь эти отношения хочу любить тебя знать тебя забирай мои трудности забирайте вот переживание эту боль возможно вот этот обиду которая у меня есть слезы которые текут обними меня сделай эту встречу с тобой чтобы она была той целью где мои чаяния мои ситуации не меняются встреча со мной поговори не выслушай меня с моими всеми проблемами я даю тебе всю свою жизнь я просто предоставляю тебе всю мою болезнь мои долги мою юность или мою старость моих детей и мою обстановку которой сейчас я нахожусь только ты один можешь это изменить дать надежду как я кого да прошло много времени исполнили слова это дом божий и страх он пред тобой господь он такой сильный не того чтобы примтим а что мы переживаем тебя как бога живого ты обещал ходить в нас внутри нас ты поселись в наши сердца ты будешь с нами везде где мы идем на улице дома служение или же на работе ты с нами дай нам это понимать и просто понимать что мы верующие мы чист письмо читаем о людьми как нас люди читают что не об нас о нас говорят как им хорошо быть или не хорошо быть с нами господи дай нам всегда быть этим светом быть людьми которые не стесняются кто не есть ты святой улога еще на холла ха-шэм это же хавишами тэй но так и спасибо тебе спасибо тебе спасу тобой потерян ты ты позвал открыл глаза но вижу я и сердце все лишь для тебя благодать спасет того потерян ты но ты призвал домой открыл глаза но вижу я и сердце все лишь для тебя твоя слава здесь мой Бог Абам твоя сила здесь мой Бог твое царство здесь мой Бог во веки во веки твоя слава здесь мой Бог твоя сила здесь мой Бог твое царство здесь мой Бог во веки во веки тебя я люблю мой Бог тебя я люблю мой Бог тебя я люблю мой Бог тебя я Спасибо, Аба. Люблю, мой Бог, тебя. Я люблю тебя. Боже, Слава, я люблю тебя. Я люблю, мой Бог, 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 твоя слава здесь, мой Бог. Твоя сила здесь, мой Бог. Твое царство здесь, мой Бог. Во веки, во веки. Твое царство здесь, мой Бог. Твое царство здесь, мой Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова